Ваше блаженство, сердечно приветствую вас, сопутствующего вам владыку архиепископа Михаила и всю честную делегацию. Для меня большая радость, что церковь Чешской земели Словакии, с которой русская церковь имеет особые связи, имеющие очень важные исторические события в прошлом и связанные многими узами, в первую очередь человеческими, потому что значительная часть вашей паствы, которая сегодня проживает в Чешских землях Словакии, многие из них выходцы из канонической территории Русской Православной Церкви. Церковь Чешской земели Словакии – это особая церковь с точки зрения культурной. Она является церковью восточной, но существует в центральной европейской, но с западноевропейской культурой стране. Используются языки чешский и словацкий, и одновременно почти все говорят по-русски. И устав богослужебный – это тот самый устав, который существует в Русской Православной Церкви. Обрядовая сторона ничем не отличается. И все это, конечно, создает такие особые связи, которые объединяют нас. Мы все православные принадлежим Единой Церкви, вне зависимости от культурных, обрядовых особенностей, связанных с различными литургическими традициями. Но когда ты молишься вместе с человеком, который точно так же молится, как ты, то совершенно особые отношения. Поэтому сердечные чувства к церкви Чешской земели Словакии, они сохраняются в наших сердцах. Конечно, вспоминаем и то трудное время, когда в послевоенные годы единственной возможностью для православных людей, живущих в тогдашней Чехословакии, продолжать свою церковную жизнь была связь с Русской Православной Церковью, находившейся в Советском Союзе. И несмотря на то, что наша церковь переживала тяжелые времена, наши отцы с большой любовью и с ответственностью подошли к тому, чтобы окормлять православных верующих, живших в Чехословакии. Я с благодарностью вспоминаю замечательных иерархов, которые в то время возглавляли церковь Чехословакии, и которые были выходцами из Русской Православной Церкви. А владыка Елеферий не только был выходцем, но и затем жизнь свою закончил на Петербургской кафедре, тогдашней Ленинградской кафедре. Вспоминаем также и очень важное историческое событие, когда Русская Церковь предоставила автокефальный статус Церкви Чешской земели Словакии. И радуемся тому, что сейчас эта автокефалия признана всеми поместными православными церквами, и вы имеете возможность участвовать во всех православных собраниях и во всей всеправославной деятельности. От всего сердца желаем помощи Божией вам, лично вам, епископату, духовенству, верующему народу, с тем, чтобы укреплялись основы православной жизни среди верующих людей в Чешских землях и Словакии. Среди вашей паства много людей из России, российских граждан, украинцев, белорусов, то есть тех, кто является как бы частью нашей паства, но находясь на территории Чехии и Словакии, по каноническим правилам и законам они становятся даже, если и временно живут, чадами той церкви, которая в данном месте осуществляет свое служение. Я еще раз хотел бы пожелать помощи Божией вам и всем, кто вас окружает в совершении большого нужного дела укрепления православной веры и в Чехии, и в Словакии. Добро пожаловать в Москву! Спасибо. 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 Спасибо.